Здравствуйте! Мы в рамках проекта Экзегет начинаем читать книгу Пророка Ионы в моем переводе. И эта книга очень особенная. Она, конечно, входит в число 12 малых пророков, так называемых, ну, малых не по значению, по объему книг, но среди них она выбивается из общего ряда, как вообще среди всех пророческих книг. Ионы – это антипророк, пророк, который все делает наоборот. Это книга, в которой, может быть, те же самые мысли, которые мы встречаем в других книгах, показаны через отрицание. Можно же утверждать, а можно отрицать. Это два разных способа сказать о чем-то. Можно сказать, как надо, а можно сказать, как не надо. Можно показать на конкретном примере, как не надо. Вот книга Ионы – ровно такая книга. Причем мы не знаем ее автора. Не похоже, чтобы автор одновременно был ее главным героем, потому что он уж там совершенно комедийно и как-то жалко выглядит. То есть, так о себе не пишут, даже если бы он писал какой-то покаянный текст, наверное, он бы в другой тональности его написал, именно как рассказ о своем непокорстве. Но здесь это совершенно иначе выглядит. Может быть, это вообще литературный персонаж. Да, в VIII веке был некий пророк Ионы. Это связано с ассирийскими нашествиями. Но он упоминается очень мельком в исторических книгах. В общем, мы о нем ничего не знаем. И почему я говорю, что это может быть литературный персонаж, а не реальный пророк? Ну, здесь говорится в этой книге о покаянии Ниневии. А вот книга пророка Наума, например, она говорит о том, что Ниневия будет разрушена, потому что она языческая, потому что она очень жестко разрушала все окрестные народы. И явно там не было покаяния вот даже близко к тому, что описано в книге пророка Ионы. Ну, там говорят о ките или большой рыбе, если точнее переводить, которую проглотил Иону, что это тоже, в общем, нереальная история. Ну, это ладно. Чудо на то и чудо, чтобы быть странным, чтобы быть непохожим ни на что. А вот этот момент исторической такой, что ли, ну, вольности в этой книге, безусловно, есть. Но это не очень важно для нас, мне кажется, потому что мы смотрим на библейские книги в основном с точки зрения того, что они значат для нас, а не в качестве некоторой реконструкции истории, которую все равно мы, в общем-то, произвести точно не можем. Итак, антипророк. Пророк, который все делает неправильно. «Было слово Господник Ионе, сыну Амафия». Ну, вот его имя, в общем-то, больше о нем ничего не известно. «Отправляйся к Ниневии, великому городу, и призови ее, потому что творимое в ней зло переполнило чашу моего терпения». Напомню, что в 612 году Ниневия была разрушена. Пророк Наум об этом говорил. В любой момент до 612 года можно поместить это событие. И тогда получается, что, в общем, пророка отправляют туда, куда он в последнюю очередь хотел бы попасть. Ниневия – это, конечно, страшное место. Это гитлеровский Берлин 1942 года. Но точно туда никто не хочет попасть. Тем более проповедовать, говорить жителям Берлина – «Покайтесь, то, что вы творите, это ужасно, немедленно изменитесь». Тебя просто убьют на месте, еще пытать, видимо, будут. И естественной реакции он совершенно не хочет этого делать. Но обратим внимание еще, что Господь говорит, «Творимое в ней зло переполнило чашу моего терпения». Обычный библейский оборот, который обозначает, что вот некоторое количество зла уже невозможно дальше откладывать наказание. Что это не просто. Это, ну вот, творят люди зло, вот еще творят зло. А вот здесь уже дошло до края. Вот уже больше невозможно никак. Ну и он решил бежать и скрыться от Господа в Торшиш. Торшиш, мы не знаем, что это такое. Очень похоже, что это колония финикийская, где-то на территории современной Испании. Может быть, даже за Геркулесовыми столбами, то есть на океанском побережье. Может быть, что-то еще. Но это очень-очень далеко. Это вот за 3-9 земель. И это на запад. Не Неви находится на северо-восток от Ханаана, Палестины, Израиля, а Торшиш на запад. То есть ровно противоположное направление. То есть не в Берлин поехал, а в Сибирь. Да? Подальше. Подальше. Он пришел в Яфу. Яфы тогда был опортом, как и сейчас. Нашел там корабль, отправлявшийся в Торшиш, ждал положенную плату, спустился в корабль, чтобы уплыть на нем в Торшиш, прочь от Господа. Заново подчеркивается Торшиш, Торшиш, Торшиш. Вот такая точка, где, наверное, Бог его не достанет. Да? Вот где, ну, точно все будет не так, как могло бы быть. А Господь наслал на море мощный ветер, началась суровая буря, и корабль вот-вот должен был разбиться. Моряки испугались, стали взывать каждый к своему Богу. Они же язычники, не все израильтяне. Они бросали за борт груз в надежде облегчить корабль. Интересная деталь. Они сначала взывают к Богу, а потом бросают груз. Да? То есть язычники на свой лад могут быть очень благочестивы. И, соответственно, они хотят, прежде всего, от божественных сил, какого-то вмешательства, какой-то помощи, и потом уже только действуют своими руками. А Иона спустился в трюм, лег и заснул мертвым сном. Ну, совершенно нереальное поведение для человека во время сильной бури. Во-первых, страшно же. Разобьемся. Во-вторых, как можно спать, когда корабль бросает из стороны в сторону. Он там просто не улежит в этом трюме. Что имеется в виду? Смотрите, его отправляют на восток. Его отправляют на сушу. Он плывет на запад, плывет по морю. И в тот момент, когда на море начинается все плохо, он прячется еще глубже. Он идет в трюм. Он идет в сон. То есть он выскальзывает из этого мира, где у него есть своя миссия. И этот странный сон вряд ли это отдохнуть решил, устал. Это именно что забыться. Вообще исчезнуть из мира живых, из мира, где принимаются решения, где берется на себя ответственность и так далее. Тогда к нему подошел капитан и сказал, что ты спишь? Вставай, призови своего бога. Может быть, этот бог заметит нас и не даст нам погибнуть. Капитан тоже благочестивый человек. Они все молятся своим богам. Вообще для язычника нормально, что он молится своему богу. Этот бог не единственный для него. Но из всего пантеона разных божеств обычно выбирает человек одного, которого считает своим покровителем, к нему обращается. Ну, чем-то похоже, скажем, на культ святых покровителей, православной или католической традиции, когда человек молится какому-то определенному святому в большей степени, чем всем остальным. У язычников, естественно, это не святые, а отдельные божества. И когда все плохо, ну, надо, чтобы все молились. Ну, кто-то из божеств, может быть, услышит, как-то поможет. И капитан, в общем, на это и рассчитывает. И интересно, что израильтянина к молитве единому богу побуждает язычник. Вообще-то пророк – это ровно наоборот. Пророк – это человек, который побуждает других израильтян, а кроме того, язычников к поклонению единому богу. Он антипророк, поэтому, наоборот, язычники, его самые-самые такие, ну, непосвященные слушатели потенциальные, наоборот, его побуждают, давай помолись. А моряки стали говорить между собой, давайте бросим жребий, узнаем, из-за кого нас постигла такая беда. Бросили жребий, и он пал на иону. Ну, это вполне понятно, потому что считается, ну, не бывает плохого просто так. Если что-то происходит плохое, значит, кто-то виноват, надо разобраться, кто, и, соответственно, вот этот человек, у него могут быть какие-то проблемы с миром высших существ, с божественным миром, вот пусть он их сам и решает, а нас не впутывает. Итак, жребий пал на иону. Тогда они стали расспрашивать его, расскажи нам, из-за кого же нас постигла такая беда, чем ты занимаешься, откуда идешь, из какой ты страны и какого племени. Он отвечал, я еврей, боюсь Господа, Бога Небесного, сотворившего море и сушу. Ну, здесь интересно, что слово «еврея» употреблено, обычно оно не употребляется, мы видим, израильтяне, сыны Израилева, или иудеи в более поздних текстах. А евреи – это именно по отношению к внешнему, поскольку этимология самого слова «перешедший». Еврей – это тот, кто перешел через Иордан, ну, вместе с Иисусом Новином и поселился в обетованной земле. А здесь он опять переходит через воду, но не через Иордан для того, чтобы поселиться в обетованной земле, а через море, чтобы исчезнуть из обетованной земли, уйти от своей миссии. Это не только антипророк, это и антиеврей. Но ему приходится сказать «я еврей, я боюсь Господа, Бога Небесного, сотворившего море, актуально для них во время бури, и сушу, куда они пытаются пристать». Смотрите, и он его боится. Это слово можно понять, как боится Бога, то есть почитает Бога, богобоязненный человек. Можно понять, как в ужасе, в панике бежит, старается спрятаться, кошмар. Вот здесь, наверное, скорее второе. Моряки страшно испугались и спросили его, что же ты сделал? Они ведь поняли из его рассказа, что он скрывается от Господа. То есть опять, смотрите, даже нет какого-то покаяния, нет какого-то осознания того, что произошло. Просто любопытство. Вот просто другие люди спрашивают, и он не приходится отвечать. Но он им все это рассказал, судя по контексту. Они же сказали, как нам поступить с тобой, чтобы море оставило нас в покое? А море все продолжало бушевать. Тогда и он ответил им, возьмите меня и бросите в море, оно оставит вас в покое, ведь я знаю, что это суровое буря послана на вас из-за меня. Вот его единственное пророческое действие, он готов умереть. Он им ничего, в общем-то, не рассказывает, кроме того, что они его выспрашивают, причем вынуждают буквально к ответу. И, ну, раз так, все по тону. То есть, вот, не просто антипророк, а такой последовательный антипророк, который отказывается от любых вообще попыток исполнить пророческую миссию Тулев, которую его отправили к Ниневию, или просто, ну, по-человечески поговорить со своими моряками, с которыми он плывет на одном корабле, им что-то рассказать большее, чем вот просто я еврей. И они при этом ведут себя по-другому, но моряки все-таки стали грести, чтобы вновь достичь берега, но никак не могли, потому что буря уносила корабль и прочее. То есть, моряки при этом все-таки ведут себя достаточно милосердно, и они стараются каким-то образом, ну, спасти человека, но это не получается никак. И тогда они призвали Господа. Моряки, не пророк, не израильтянин, не Иона, моряки, то есть, люди, язычники, которые суеверные, они призывают Господа просто потому, что они понимают, да, у Господа есть претензии к этому человеку, мы из-за этого страдаем, но надо с Господом хотя бы как-то договориться. Оказывается, язычники в молитве более последовательны, чем сам Иона. Призвали Господа, молим тебя, Господи, молим, не дай нам погибнуть из-за этого человека, и не взычи с нас за его невинную кровь, потому что ты сам, Господи, сделал то, что пожелал сделать. Вот молитва, которая, собственно говоря, в очень кратком виде отражает исповедание Израиля. Его приносят не израильтяне, и язычники. Суверенность Бога, то, что именно Бог творит в этом мире, то, что Он желает, то, что Бог требует от людей соблюдения нравственных норм, невинная кровь, нельзя взять и убить человека, даже если он сам просит. Да, вот самоубийство такое, самопожертвование, но все равно нельзя его взять и бросить. Это же, ну, так не делается, да, и может наказать за это. И вот они, собственно говоря, приносят такое исповедание веры, и он, хоть и антипророк, стал для них пророком, но не своими речами, не своей проповедью, а самим фактом своего непослушания. И, может быть, это некоторая такая, хотите, пародия или памфлет против Израиля? Израильтяне, вы должны нести свет другим народам. Если вы этого не делаете, вы все равно становитесь для них теми, кто несет весть о Боге, но только на вашем примере, к чему приводит ваше непокорство. Вот все эти завоевания, все эти бедствия, все то, что с вами происходит, это же тоже проповедь, но только Бог уже не вашими устами, не вашими словами, а вашей судьбой доносит до других народов весть о том, что его все-таки приходится слушать. Они взяли иону и бросили в море, и ярость моря утихла, а эти люди страшно испугались Господа, принесли ему жертву и дали обеты. Вот в результате моряки приходят к почитанию единого Бога, хотя иону совершенно не собирался их к нему приводить, но не смог словами, значит, собственным отрицательным примером. Дальше мы продолжим вторую главу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok